Шумиха вокруг ОСАГО началась в октябре прошлого года, когда полис впервые за 8 лет подорожал на 30%. В апреле 2015-го цена поднялась еще на 60%. Сегодня средняя стоимость ОСАГО составляет почти 5000 рублей. Причину повышения тарифа объяснили необходимостью увеличить максимальную сумму выплат. Если раньше ОСАГО покрывало только 120 тысяч рублей от ущерба в ДТП, то сейчас водитель может рассчитывать на 400 тысяч рублей компенсации. В условиях нынешнего курса валют это неплохая надбавка, считают автовладельцы. Раньше-то половина наших, половина не наших. Сейчас одни сплошные иномарки, соответственно, и цена страховки должна как бы расти. Например, если я раньше попал в аварию, разбил крыло, капот или бампер и получил за него 20 тысяч рублей, то сейчас при аналогичной ситуации получаешь уже 40 тысяч рублей. Следом за повышением тарифа разгорелся скандал с одной из крупнейших страховых компаний. Она начала продавать ОСАГО при условии покупки дополнительных страховок, что привело к удорожанию полиса. Центробанк и Союз автостраховщиков России взяли ситуацию под контроль. Буквально за пару месяцев жалоб стало в разы меньше. Общее количество вот такого рода жалоб порядка 10 тысяч на, хотел бы подчеркнуть, 40 миллионов полисов. Поэтому, в общем-то, величина небольшая. Все равно это людей раздражает, но величина небольшая, она падает. Были скандалы с агентами, которые просто-напросто отказывали водителям в обязательной скидке за безаварийное вождение, ссылаясь на отсутствие информации в базе данных. На сайте Союза страховщиков России открыли доступ к этой базе. Теперь любой желающий может узнать коэффициент своего бонуса-мауса. Мы решили проверить работу базы данных. Андрей Караваев, водитель со стажем, за рулем больше 10 лет. В аварии ни разу не попадал. Для вычисления достаточно фамилии, имени и отчества, даты рождения и номера водительского удостоверения. Получился коэффициент 0,6. Это почти 40-процентная скидка. Теперь попробуем рассчитать стоимость ОСАГО. Ну вот у меня остался последний чек. Платил я 3,5 тысячи рублей. Но это с коэффициентом 0,6. Это пониженный коэффициент. На сумму влияет регион регистрации автомобиля. Его марка, мощность двигателя набегает приличная сумма. За страховку своей машины в этом году Андрей должен отдать в среднем около 12 тысяч рублей. Но с учетом скидок получается меньше. 40% за 10 лет без аварийного вождения, плюс скидочный бонус от страховой компании постоянному клиенту. Получается около 6 тысяч рублей. Уже с 1 июля полис можно будет приобрести через интернет, на официальном сайте страховщика и просто распечатать на принтере. Инспектору ГИБДД достаточно будет знать номер полиса, чтобы проверить его подлинность по базе. Предполагают, что электронная продажа ускорит процедуру получения ОСАГО, оградит автомобилистов от мошенников, а главное – сэкономит кучу времени. Сергей Абрамов, Сотник, Илья Волк, Первый канал.